Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем чтение книги Руфи и рассмотрим наиболее неоднозначную главу всей книги. И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Пристанище – покой, термин, которым Наиминь метафорически обозначает для своих невесток новое замужество. Она уже употребляла его в первой главе, прибегает к нему и теперь. Использование его вполне ясно и очевидно. Множество бед и опасностей подстерегали одинокую женщину в те дни. Наиминь – покой можно было обрести только под надежной защитой мужа. Вот Ваос, со служанками которого ты была, родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне Ячмень. Здесь Наиминь опять называет Ваоса предельно общим термином – мода, родственник, знакомый. Веяние – процесс, вполне известный и понятный для наших совсем недалеких предков, но теперь решительно непредставимый для большинства из нас. Зерно необходимо провеять, отделить от Мекина, от шелухи. По самому русскому слову «веять», то есть дуть, обдувать. Понятно, что для этой операции необходим ветер. Зерно подбрасывается лопатой в воздух, и ветер относит Мекину в сторону. Умойся, помашься, надень на себя нарядные одежды твои и поеди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать. Руфи сказала ей, сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Наступает время решительных действий. Прошли жатвы ячменя и жатвы пшеницы три месяца. За это время Руфи насобирала достаточно, ходя за служанками Ваозы, но на имени готовят ей нечто принципиально большее. За все это время не произошло никаких изменений в социальном статусе Руфи. Пора подтолкнуть ситуацию. Сейчас Ваоз веет. То есть у Руфи уже не будет шанса больше появляться на его поле. Страда закончена. Этот шанс последний. Нужно воспользоваться сейчас. И поступок этот полон риска. Конечно, на имени знает Ваоза. И видимо потому и дает такой совет Руфи. Но ведь сколь бы мы не знали человека, мы не можем поручиться, что ему придет на сердце вот в этот момент именно то, что мы предполагаем. Как указывает один из христианских комментаторов, их исход такого дела мог быть различен. Как муж праведный, Ваоз мог с гневом выгнать Руфи, заподозрив в ней похотливую женщину. Мог и наоборот, соблазнившись, вступить с ней в связь и отвергнуть после, насытив похотение. Руф подвергал себя опасности и не только со стороны Ваоза, пойдя на такое предприятие. Украшенная и благоухающая чужеземка, не имеющая мужчины-защитника, вечером выходящая из городских ворот, могла подтолкнуть какого-либо мужчину на необдуманный поступок. Однако она непоколебима. «Сделуй все, что ты сказал мне». Блаженный Феодорит Кирский замечает, она положилась на целомудрие и праведность этого мужа, и события дальнейшие подтвердили эти слова. Ваоз наелся и напился и развеселил сердце свое, и пошел и лег спать под лески рда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. Зачем Ваоз ночует не дома, а в поле? Медраши предполагают либо его желание самолично охранять урожай, либо отконтролировать работников, чтобы они не предавались разгулу ввиду окончания жатвы. Итак, Ваоз провеял ячмень, поел, выпил и, устав, лег спать. Руф, подойдя, не обнаруживает себя, а лишь открывает полы у его ног и ложится рядом. Открыла у ног звучит как эвфемизм, призванный скрыть что-то более однозначное. Но по тексту мы видим, что, проходя по грани, Руф не отклоняется ни вправо, ни влево. Открыть у ног значит именно это и ничего более. Именно поэтому, от того, что ноги замерзли, Ваоз и проснулся, как в полночь он содрогнулся. То есть через некоторое время ему просто стало холодно. И сказал ей Ваоз, кто ты? Она сказала, я, Руф, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник. Ваоз сказал, благословенна ты от Господа Бога, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Темнота и неожиданность, безусловно, не позволяют Ваозу распознать Руф. Почему, и звучит испуганный вопрос, кто ты? И здесь Руф не только определяет себя, назвав имя и свой статус по отношению к Ваозу, которому она, конечно же, кстати, никакая не раба, это благопристойный оборот, не более, но и излагает сокровенную просьбу сердца, перекликающуюся с благословением, которое в свое время преподал ей сам Ваоз во второй главе. Там он говорил, да воздаст Господь за это дело твое, и добудет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы упокоиться под его крылами. Здесь же Руф как бы указывает ему на возможность исполнить это благословение самому. Чтобы упокоиться под крылами Бога Израиля, нужно войти в общину Израиля, для этого нужно вступить в брак. Много позже в подобной же логике будет рассуждать апостол Иаков, говорящий, «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра нагии не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе». Мало благожелать. Вера должна иметь выражение в делах. Только так она жива и действует. Руф призывает Ваоза, «Простри вас крылья одежд твоих надо мною, и исполнится твое благословение. Бог через тебя введет меня в свой народ». Иаков говорит, «Исполняй, христианин, свое благословение, грей и питай, и через тебя в мире будет действовать сам Бог». «Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Не бойся. Это и простое указание на честность и примату Ваоза, что Руф может не бояться, что будет обесчищено или отвергнуто, но также и регулярный призыв от Бога к своему народу или отдельным своим избранникам. «Не бойся», например, говорят ангелы, сообщая растерянным праведникам радостные вести. «Так и здесь Ваоз становится для моей Витянки таким же посланцем Бога, таким ангелом, который возвещает ей, что время страхов, смятений и неуверенности миновало, теперь все будет иным». «У ворот народа моего», то есть на городской площади, это метафора, обозначающая, что буквально все от мала до велика знают о добродетели милосердия, о милости на иврите Хесаде, которую оказала Руфь престарелой на имени, не бросив ее. Добродетельная женщина – это не просто о религиозных добродетелях. Притчи Соломона рисуют нам образ добродетельной жены в 31 главе. В стихах с 10 по 31 автор прославляет женскую добродетель, и это прежде всего трудолюбие, предприимчивость. Она никогда не праздна, всегда заработаю, и более того, что может быть странно для ряда традиционных обществ. Идеальная жена в Израиле обязательно инициативна. Автор говорит, задумает она о поле и приобретает его. Однако все эти добродетели смыслены через милосердие. Длань свою она открывает бедному, и руку своему подает нуждающемуся, и укоренены они в почитании Господа, в страхе Господней. Это как бы секрет ее успеха. Таким образом, активная, трудолюбивая и милосердная Руфь это прообраз такой идеальной жены, о которой притчи скажут, цена ее выше жемчугов. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. Если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь. Спи до утра. Однако мы видим, что ситуация все-таки не имеет абсолютно простого решения. В Израиле каждый взрослый мужчина был связан с наделом земли, доставшийся ему от отцов и сохранявшийся в рамках данного колена. Ее передавал он своим наследникам. Если же человек умирал, не оставив наследника, то брат покойного должен был взять вдову в жены, и первый родившийся младенец юридически считался сыном покойного и наследником всех его имуществ. Связь народа и обетованной богом земли таким образом была чрезвычайно плотной. Поэтому нельзя так просто взять вдову-моавитянку. Хоть и не осталось у Махлона и Хелиона прямых братьев, но есть все-таки более близкий, чем Ваус родственник, который может претендовать на наследство, но только через вступление в брак с Руфью. Но Ваус обещает Руфи прояснить эту ситуацию завтрашним же днем. И спала она у ног его до утра и встала прежней, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Ваус, пусть не знают, что женщина приходила на гумно. Безусловно, Ваус дорожит своим добрым именем. И хоть и не случилось в эту ночь ничего предосудительного, он тем не менее желает сохранить произошедшее в тайне. И сказал ей, подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее. Она держала, и он отмерил ей шесть мерми ячменя, и положил на нее, и пошел в город. Точный объем такой меры нам неизвестен, но Таргум, расширенный пересказ текста на арамейском, считает, что упоминаемая мера это примерно четверть ефы. То есть Руф несет домой очень существенный вес, около 70 килограмм ячменя. Ваус и Руф возвращаются в город по отдельности. А Руф пришла к свекрови своей. Та сказала ей, что, дочь моя? Она пересказала ей все, что сделал ей человек тот. И сказала ей, эти шесть мер ячменя он дал мне и сказал мне, не ходи к свекрови своей с пустыми руками. Та сказала, подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не докончив сегодня дело. Вы помните, что автор характеризует Вауза в самом начале, как Гибор Хайль, мужа доблестного, предприимчивого. И Наиминь полностью согласна с такой характеристикой. Она уверена, что дело сделано, и она обретет окончательный вид сегодня же. В этих словах слышны поддержка и одобрения Руфи. Наиминь уверена, не только в том, что Вауз как-то сдвинет ситуацию с мертвой точки, но что именно он станет мужем Руфи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова